Знаменательное событие для всего православного мира. Сегодня в Волгограде в канон Большого праздника, вербного воскресения, на главный купол возрожденного кафедрального собора Александра Невского вдружен 9-метровый византийский крест. Для верующих это символ надежды и веры в то, что в Волгоградской области их отчизна под защитой и покровительством небесных сил. Еще в марте на выездном совещании попечительского совета глава региона Андрей Бочаров говорил о том, что водружение креста должно состояться в апреле. Сегодня важнейший этап воссоздания храма завершен. Все подробности у Ларисы Лазука. Еще в конце прошлого года на строящийся в Волгограде храм Александра Невского был установлен главный купол. Для любого здания это вершина строительства, но это все-таки храм. И вот теперь, наконец, все станет на место. Установить предстоит не просто крест. Эта целая конструкция, уже смонтированная, весит порядка двух тонн. Пока она еще на земле, можно вблизи разглядеть детали и сфотографировать. На память. Больше не будет такой возможности. Воссоздают собор взамен того, что украшал центр города прежде. Шестикупольный храм строили в Царицине с 1901 года. 15 лет в память о чудесном спасении в железнодорожной катастрофе Александра Третьего и его семьи. Он возвышался среди царицинских малоэтажек более чем на полсотни метров. А в 1932 году упразднен, точнее взорван для нужд хозяйственного строительства. Его кирпичами мастили сталинградские дороги. В феврале 2016-го храм начали возводить заново, не имея проекта прежнего. По образу и подобию, параметрам, методикам, фотографиям. И вот он уже дорос и до креста. Когда над Волгоградом будет воздвигнут крест, будет восстановлена историческая справедливость, та, которая была в 30-е годы почти 100 лет назад нарушена. В имя отца и сына и святого духа. До начала подъема крест осветил митрополит Волгоградский Камышинский Феодор. Патриарх московский и всея Руси Кирилл благословил строителей на эту работу. Крест является для каждого верующего человека не просто символом и знаком, а реальным оружием, с помощью которого побеждается вся вражья сила, и видимая, и невидимая. Все хорошо было, четко. Все то, Александр. Все, воздвигнут крест, и город наш будет спасен. И область, и народ наш. Очень важно, когда воздвигается крест, именно на собор, который был поруган. Честно говоря, грешница не верила. А вот когда наблюдаю с окна, как строится, и радуюсь. Радуюсь и славлю Бога. Поэтому, слава Богу, в такое трудное время очень нужен такой храм нам, именно вот в этом месте. И там на высоте видно, краном управляли женские руки. Семеро монтажников вели процесс с купола. Память, память на всю жизнь. Что-то после себя конкретно оставим. Еще некоторое время ушло, чтобы крест сориентировать по отношению к другим, зафиксировать и обварить. Чтобы держался прочно, и чтоб сиял ярко, тоже позаботились. Теперь усилия будут сосредоточены на внутренней отделке. И самая масштабная – роспись «Мазок за мазком». Ею предстоит покрыть 8,5 тысяч квадратных метров. Трудиться иконописцам предстоит еще почти полтора года. Территория вокруг храма уже превращается в парк. И в 2021-м, в год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, город снова обретет храм в его честь, над которым уже возвышается крест. Лариса Лазука, Алексей Горемыкин, Александр Широшов, Борис Крайник, Вести, Волгоград.